Заключительная серия проекта универсиада Кайзет. Инструкция по выживанию. Этот проект о студенческих играх, которые в Казахстане в Алламаты проходили. И сегодня у нас в эфире рассказ казахского журналиста о том, как универсиада изменила город, а также мнение известных красноярских гостей игр, какие из нововведений приживутся и у нас через два года. Новые арены и арт-объекты – это не все, что появилось в Алматы с приходом универсиады. Город в принципе зажил по-новому. Местный блогер и журналист Альберт Ахметов рассказывает, к примеру, к играм в Алматы закупили десятки новеньких автобусов. Да и в целом, уверяет, транспортная инфраструктура изменилась. Появились автобусные полосы, специальные, то есть они к универсиаде приурочены, но и останутся в будущем. То есть на проспекте Абая как раз мы сейчас видим. Машины стоят в пробке, а троллейбус спокойно едет, то есть ему никто не мешает. При этом нарушителей на легковушках, лезущих в автобусный ряд, почти нет. Здесь строгая видеофиксация и большие штрафы. Вице-мэр Красноярска Сергей Качан, посетивший Алматы, рассказывает, что такой опыт наш город будет перенимать. В этом году у нас большая будет реконструкция дорог, и, конечно, вот эту логистику нам надо уже принимать. Алматы изменился и внешне. Его окрестили городом тысячи красок. Действительно, ночью здания переливаются десятками разных цветов. Председатель Заксобрания Красноярского края Александр Ус отметил, что и у Красноярска к универсиаде 2019 года должна появиться своя фишка. При этом он уверен, что в этом плане наш город может дать фору казахскому мегаполису. Мне кажется, с точки зрения природы Красноярск чем-то даже, с точки зрения базы, лучше. Наши леса, наш красавец, действительно, Енисей, могучая река, он, безусловно, может стать опорой для внешнего облика будущей универсиады. Но только подойти к этому и с душой, и современно, технологично. Вот я сейчас думаю о Красноярске, и мне кажется, он может быть еще интереснее, чем Алмата. Но минусы с приходом игр тоже есть, рассказывает наш блогер. Говорит, во время универсиады не то, что туристы, даже местные, как под присмотром Большого Брата. Все ходят, как под контролем немножко, под конвоем, всех смотрят, спрашивают, проверяют. У меня буквально мама пошла в магазин, допустим, и решила для себя там сфотографировать на смартфон. К ней сразу подошли два человека в черном, вот, спросили, вы для каких целей, вы из какой стороны. А сейчас культурный взгляд на универсиаду. Елена Мироненко, которая тоже гостила в Алматы, делится, что сама здесь приметила. Есть у них и очень интересная фишка, как ее можно назвать. Это то, что называется рекомендованной универсиадой для туристов. И в такие специальные каталоги вошли все отели, рестораны, какие-то другие заведения развлекательного характера, которые предлагают воспользоваться скидками при условии того, что вы находитесь здесь в гостях. Мы сейчас уже разрабатываем карту гостя Красноярского края. Я думаю, что будем опробировать уже у нас в Красноярске эту технологию. Что из этого приживется у нас, а какие свои нововведения будут в Красноярске, увидим к 2019-му. Флаг игр уже передан нашему городу. Да и Таваджан, Дмитрий Кочетков, Алматы, Казахстан.